друзья всем привет готовимся к очередному пахальному дню да или пахальному с этим пушком какой косячок получается ну кто смотрел тот знает здесь стоит у нас опорное колесо аккуратно против заднего корпуса это конечно же наверное сделано правильно было австрийцами с той точки зрения что когда колесо стоит сзади больше как бы догружается навеска ну по идее как бы должна да и трактор меньше буксует но таких условиях которых мы сейчас пашем получается что получается что расстояние небольшое между корпусом и опорным колесом оно одно чуть вперед стоит другое чуть назад на другой стороне вот где чуть вперед стоит дальше от корпуса там получается чуть лучше картинка где ближе там получается что отвал часть земли идет же сюда со стерней и начинают между колесом и отвалом набиваться земли в перемешку со стерней с важными остатками забивает забивает колесо хоть там и чистик стоит начинает горнуть конечно здесь конструкция предусмотрено было скорее всего отрезной диск и если бы он был здесь то скорее всего как бы прорезал перед последним корпусом и вся земля вышла куда надо по сути она как бы да так более правильно и так должно быть меня были мысли сделать отрезной диск но сейчас таких возможностей нет это нужно время как бы чтоб все продумать проработать и приобрести сейчас у нас какие мысли мы хотим попробовать переставить опорное колесо сюда ну примерно вот ближе чтоб между первым и вторым корпусом стояла как и на всех наших советских плугах посмотрим как будет получаться по идее все должно работать единственное в чем загвоздка так как это старая модель плуга еще 80-х годов здесь механизм подъем переворота то есть вот с такой ребенка и вот он фиксатор стоит собачка вот когда его в плавающий кидаешь он здесь фиксируется и потом дожимаешь то бишь плуг так сбалансирован чтобы вес весь вес на нем рассчитан чтобы он переворачивался не знаю посмотрю посмотрим точнее как здесь что у нас получится будет ли он переворачивать здесь получается колесо входило сюда двумя болтами крепилась мы хотим наварить получается уголочки по бокам и сюда поставить чтоб не к пол говорится к самому креплению уголочками и плашки с этой стороны болтами зажать посмотрим не получится там может быть сюда поставим вот здесь ну короче будем пробовать ну вот такую мы приспособу приспособу как я говорил два уголка ну это швеллер пластину все максимально плотно делали помощью высокоточного чипового оборудования чипу у дрель чипу полуавтомат ну короче вы поняли как всегда все на коленке ну и все вроде как работает лучше чем было но попробуем теперь главная задача я говорю чтоб между корпусом и отвалом не набивала ну по идее должно быть четенько проверим и как он будет ходить посмотрим как будет работать наша переделочка ехать по крайней мере удобнее ему легче его поднимать чем на жопу давила давай давай пошел край здесь дорожники блин равняли и вот это не разортали трамбанули в начале в самом работает вроде как я сказал ничего да вводим одну загонку оборотный плуг тоже на время стал загонным вот батя клин срезал под один край клин выходит и он как раз оборотничком вот подровнял этот участок запашем и тогда уже разъедемся он поедет на участок со склонами попробовать в одну сторону чтобы пахать и она другую участок тоже поеду распахиваю край конечно колбаса режется вот это самый-самый такой походу тяжелый проход буксуем на месте стоит давай давай чем минус обработки по сырому потому что она трамбуется сильно смахивали посадки край чемоданы чемоданище как колбаску режет становится зараза буксует все друзья этот участок допахали немножко блин зател корни тут тополя были надо выбрать их получается вот дорогу делали и дорожники нас и делали и здесь какого-то хрена тоже разравнивали но у них типа придорожная полоса и вот здесь самый такой слой грязи и пыль вода стояла потому что грейдер трамбанул вот что хочу показать так разбашная моя ну тут конечно по краю колбаса вот так будет видней она видно как раз полоса темная и полоса светлая он пахал батя оборотником рейджин там вот я бы сам пахал но то вчерашний это сегодняшний она видно сырей как видно разница не особо просто такие условия ну пашем дальше посмотрим как будет на других участках получаться вот друзья переехал на другой участок тут был ячмень с того краю прошел себе ориентировочную эту борозду я буду плуг поднимать тут аппендицит получается вот этот надо запахать сейчас середину примерно выберу получается свал его попробую запахать посмотрим насколько у меня глазомер не подведет и потом уже участок будут так пахать там он пятнашка пашет с каким-то непонятным плугом то ли три корпуса то ли четыре но задний снят и если успею до него доехать туда дойти впереди на ту сторону может быть подойду поснимаю ну будем пробовать ну вроде бы глазомер не подвел сейчас уже последний круг ну или как не круг полтора круга здесь получается два раза пройти а там раз так одной рукой неудобно а может и последний как до столбов сейчас получится или пред нет предпоследний отбил загоночку уже на основной гон тут по соседству участок сосед тоже пашет это за 15-20-три лужок пятикорпусной видно но один корпус скинули два три четыре и нож отрезной поднял так у него получается 15 практически ничем от двенашки не отличается колеса шире ну и понятно коней чуть побольше как чуть на 20 коней больше рядом поработаешь и воочию видишь все таки какой огромный плюс высокая стоечка он он забился фоксует поворачивает то есть разворачивается ну понятно там конечно бурьян долбется мужичок постояли пообщались чуть-чуть покурили так сказать и работаем вот у нас и и и и и и и и и Продолжение следует...